Ирина Михайловна Пивоварова. Секретики. Из повести, о чём думает моя голова. Вы умеете делать секретики? Если не умеете, я вас научу. Возьмите чистые стёклышко, выройте в земле ямку, положите в ямку фантик, а на фантик всё, что у вас есть красивого. Можно класть камень, осколок, тарелки, бусину, птичье пёрышко, шарик, можно стеклянный, можно металлический, можно жёлудь или шапочку от жёлудя, можно разноцветный лоскуток, можно цветок, листик, а можно даже просто траву. Можно настоящую конфету, можно бузину сухого жука, можно даже ластик, если он красивый. Да, можно ещё пуговицу, если она блестящая. Ну вот, положили. А теперь прикройте всё это стёклышком и засыпьте землёй, а потом потихоньку пальцем расчищайте от земли и смотрите в дырочку. Знаете, как красиво будет? Я сделала секретик, запомнила место и ушла. На завтра моего секретика не стало, кто-то его вырыл, какой-то хулиган. Я сделала секретик в другом месте и опять его вырыли. Тогда я решила выследить, кто этим делом занимается. И, конечно же, этим человеком оказался Павлик Иванов. Кто ещё? Тогда я снова сделала секретик и положила в него записку. Павлик Иванов, ты дурак и хулиган. Через час записки не стало. Павлик не смотрел мне в глаза. Ну как, прочёл? – спросила я у Павлика. Ничего я не читал, – сказал Павлик. Сама ты дура! Сама ты дура!